Экономическая катастрофа, о которой я вам говорил, она связана не только с этим и не столько с этим, она связана с закрытием предприятий, с тем, что люди сидят без зарплаты и так далее. То есть, серьезно, по-настоящему повлияют результаты коронавируса тоже, да? Понимаете, они вместе, понимаете, ну, если человек, ну, конечно, если человеку ударили один раз, потом второй раз, то вот как бы что повлияло на его здоровье, первый удар или второй, ну, это не всегда можно толком сказать, понимаете, ну, или там какая пуля, вот оба удара очень-очень серьезны, вот. Но второй удар коронавируса, он как раз показывает, конечно, качество того государства, которое существует в нашей стране сегодня. Ну, вот, Леонид, нам почему-то в какой-то момент показалось, что Россия была более готова к вот такой самоизоляции, потому что ведь санкции, которые длятся уже достаточно долго, они же, наверное, частично научили Россию, вот, если хотите, импортозамещению, к тому, что она должна как бы сама в себе производить какого-то такого протекции для своей экономики и многим другим вещам. Потому что вот если, например, для Европейского Союза, когда мгновенно образовались эти границы, наверное, это было проблемой, да, ну, вот, неожиданно. А у России-то, казалось, вот есть какой-то опыт? Или это все просто казалось, скажешь? Мне кажется, что это разные вещи, да? Это разные вещи. Санкции, которые в основном мы сами на себя наложили, потому что это забавно, что Путин требует отмены санкций по продовольствию и лекарствам, но никто не накладывал санкции по продовольствию и лекарствам, кроме него самого. Вот только он и накладывал, а американцы другие санкции, европейцы другие санкции на нас накладывали. Значит, вы знаете, ну, санкционная ситуация, она, конечно, все это, что она нам на пользу, то есть полный бред, она нам на пользу, а мы все время просим их отменить, да, вот, чего мы-то просим, это мазохизм какой-то странный, вот, но это, конечно, бред, но, с другой стороны, конечно, не бывает только отрицательных явлений, или только положительных, я полагаю, что действительно какие-то, возможно, производства у нас стали налаживаться, там, ну, особенно из-за контрсанкций, когда, там, допустим, ну, не знаю, перестали привозить сыр, да, из Запада, ну, значит, наши сыроделы стали чего-то делать, естественно, заместить дырку на рынке, сыр хуже, там, он с пальмовым маслом, может быть, еще чего-то такое, но кто-то развивается, понимаете, вот, но к нынешней изоляции это не имеет вообще никакого отношения, просто совсем никакого, да, что такое вот эти, то, что сейчас произошло, это, ну, во-первых, это гибель очень многих или тяжелейшее положение очень многих отраслей, как во всем мире, туристическая отрасль, развлекательная, авиатранспорт, авиакомпания, железнодорожные перевозки, пассажирские и так далее, все же по домам сидят, понимаете, границы-то закрыты все, куда ты, куда ты полетишь, куда ты денешься, вот, значит, это, конечно, все страшно, совершенно тяжело, кроме того, у нас добавились эти самые выходные, значит, почему Владимир Владимирович объявил неработающие, нерабочие дни, повторяю, еще раз, такого нет в нашем законодательстве, нет такого понятия о нерабочие дни, есть понятие выходные, вот, почему он объявил это, а не карантин, не режим чрезвычайного положения, не режим чрезвычайной ситуации и так далее, потому что в режиме чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, они немножко отличаются друг от друга по нашему законодательству, государство обязано брать на себя материальные потери, то есть государство должно содержать людей, а оно не хочет, Владимир Владимирович разделил подведутственное население на две группы, на крепостных христиан и государственных христиан, вот, государственные крестьяне получили некоторую поддержку, бюджетники, вот, бюджет, бюджетные предприятия обязаны продолжать выплачивать зарплату, они будут, конечно, как-нибудь крутиться, переводить людей добровольно на половинную ставку, там, начнутся все эти наши радости, вот, но, тем не менее, пока люди, работающие на бюджетном предприятии, зарплату получают, что касается 30 миллионов работников наших, которые работают в частном секторе, вот, здесь все значительно хуже, потому что Владимир Владимирович приказал выплачивать им зарплату, это дело хорошее, что он приказал выплачивать зарплату, да, совершенно правильно, только откуда деньги-то взять, понимаете, если у меня там, я не знаю, ну, условно, какой-нибудь там, ну, пожалуйста, закрытый косметический салон, да, допустим, да, и там приходят тетеньки, их там, я не знаю, обрабатывают, да, вот, ну, и какие-то маленькие деньги с этого дела капают, ну, замечательно, сейчас тетеньки не приходят, салон закрыт, да, там, парикмахерская закрыта, ресторан закрыт, все закрыто, да, а мне мой любимый президент говорит, «Плати зарплату людям», да, а откуда я буду платить зарплату людям, я что вообще, олигарх, я Ротенберг, нет, я вот, у меня там маленький ресторанчик, например, да, я не могу платить зарплату, значит, люди остаются без денег, и это вот минимум 30 миллионов человек, ну, а за ними потянется еще, за ними потянутся еще, и вы понимаете, вот, это страшно, мы, говорить, бедная мы страна или богатая, сложно, но мы страна бедных людей, вот, совершенно точно, да, у нас очень много бедных людей, очень много, и очень много людей, у которых денег на неделю, на две, понимаете, и что делать дальше, вот, что делать дальше, у меня лента переполнена, на фейсбуке переполнена всякими ужасами, что вот денег осталось на два дня, чем дальше кормить, а, кстати говоря, надо еще платить за квартиру, не государству, государство сейчас, по крайней мере, приняло решение о том, что нельзя никаких санкций применять к неплательщикам, и нельзя брать с них штрафы, то есть все как-то откладывается оплата. Окей, а если я снимаю квартиру? А в крупных городах у нас, ну, даже как и у вас, конечно, да, огромное количество людей живет в арендованном жилье, и очень часто это жилье арендовано без договора, то есть просто вот договариваются, там, у тети соседка сдает, мы с соседкой договорились, и все, а дальше соседка говорит, подожди, а деньги где? А денег нету, да, ну и так далее, да, возникает вообще масса страшных совершенно вещей, и в этой ситуации, ну, это, кстати, это не только у нас, это везде, это у вас то же самое, это в Германии то же самое, и так далее, естественно, да, вот, но в большинстве стран, я не знаю, как у вас, кстати говоря, в большинстве стран государство оказывает прямую поддержку, прямую поддержку, Трамп только что с вертолета деньги не разбасывает, японское правительство сказало, что они сейчас дадут триллион долларов на это дело, да, вот, Трамп больше двух триллионов на это бросил, германское правительство что-то около триллиона, по-моему, то есть какие-то безумные совершенно деньги, которые просто раздаются людям, просто раздаются людям, Трампа сейчас критикуют, зачем ты раздаешь по 1200 долларов людям, которые зарабатывают по 200 тысяч долларов в год, им не надо, им эти деньги не нужны, да, то есть вот, его за это критикуют, понимаете, вот, у нас Сергей Семенович Собянин сказал, что он против прямой раздачи денег, потому что бюджет треснет, понимаете, плитку у нас продолжают перекладывать в городе, салют по поводу, знаете, уж какая историческая дата, 75 лет освобождения Братиславы, понимаете, у вас кто-нибудь, это была же наша объединенная армия тогда, да, у вас кто-нибудь вообще радуется тому, что 75 лет назад советские войска освободили Братиславу, мы просто забыли об этой дате, вы забыли, потому что у вас бандеровцы, вот, а мы не забыли, и у нас был салют, в пустом городе, в пустом городе, вот, в ночи, были эти самые выстрелы и огонь, да, вот, мне кажется, что это, знаете, это праздник победы смерти над жизнью, это праздник победы дьявола над богом, вот, вот вообще что это такое, кошмар какой-то, да, то есть на людей у них денег нет, на салют у них деньги есть, на плитку у них деньги есть, на людей опять же нет.